Девчонки, всем огромный привет! Я очень рада видеть вас на своем канале. И сегодня будет видео о люксовых косметических покупках. Если вам такое видео интересно, то оставайтесь со мной. И давайте начнем с пудры. Я себе приобрела на смену закончившимся пудром несколько пудр. Две из них компактные и одна рассыпчатая. Первая, которая компактная, называется Dior Skin Forever. В оттенке 001 Translucent Light. То есть это прозрачная пудра. Я купила себе ее для того, чтобы носить сумочки. Мне нравится, что она небольшого такого объема. Здесь есть небольшой SPF, всего 8, но пока не жарко, пока не лето пойдет. И 001 оттенок, он не дает никакого покрытия, только лишь в течение дня помогает подправить вам макияж. И в любом случае, всегда хочется попробовать что-то новенькое. Решила взять себе на пробу. Значит, здесь вот такой вот спонжик. Я им уже пользовалась. Пудра сама, как я уже сказала, не имеет никакого оттенка. Она лишь матирует кожу. И в течение дня вы можете где-то посмотреться в зеркальце, подправить себе макияж. Она очень мелкого помола. Мне нравится ее качество. Она не скатывает тональную основу, слегка убирает жирный блеск, но не дает такого сильного мотирования, например, как Шесейда, которую я очень люблю и показывала вам тоже неоднократно. Но что мне нравится, она не подсушивает кожу под глазками, не выделяет морщинки. Это очень-очень важно, потому что многие пудры этим грешат. И согласитесь, где-то вот в кафе с подружками или в ресторане не стыдно будет достать такой футляр, подправить макияж, посмотреть за зеркальце. В общем, я очень довольна. Кстати, ношу я в сумочке вот в этих пыльниках пудру, чтобы она не заляпывалась и не царапалась. Поэтому пыльнички, они быстро мараются, но это никакой проблемы для меня не составляет. И вторая пудра, которую я себе приобрела, это от Clinique в оттенке 02 Matte Beige из серии Double Face Powder. Это у нас суперпудра Double Effect. Вот так выглядит футляр. Я думаю, вы многие знакомы. У меня уже эта пудра во второй раз. Знаете, она неплохая. Вот такой вот у нее оттеночек. Она уже побольше матирует. Тоже не видно ее практически на лице. Нормальный такой удобный спонжик. Тоже можно брать с собой. Хорошее зеркальце. Вот так полностью раскрывается. Малахитовая такая шкатулочка. Симпатичный футляр. Тоже уже беру ее во второй раз. Но она не must-have для меня. Но так, решила взять ее. Соскучилась что-то я по ней. У меня закончилась моя рассыпчатая пудра. И на смену ей я решила взять себе вот такую пудру от марки La Prerive. Итак, давайте вместе с вами распакуем сейчас эту пудру и посмотрим, какая она внутри. Значит, у меня пудра в оттенке Translucent 1. То есть самый светлый оттенок. Вот так она называется. Это рассыпчатая пудра от марки La Prerive. И сразу сверху здесь можем видеть такой дорожный вариант этой пудры. Здесь у нас 10 грамм продукта. Очень достойная упаковка. Такая вот кнопочка. Сейчас я открою, покажу вам, как она выглядит. Так. Значит, здесь у нас есть отдельное зеркало. Такая вот симпатичная пуховочка. Я уже попробовала ее. Классная. Дальше здесь защитный механизм. И что мне очень понравилось, здесь есть вот такие вот закрывашечки. То есть поворачиваете, пудра открыта, закрываете, она закрыта. То есть это очень удобно. Никогда не будет здесь у вас ничего мараться. Все будет аккуратненько. И вот такой вот вариант с зеркальцем очень удобно брать с собой. Дальше открываем. Здесь лежит у нас инструкция. И уже сама пудра. И выглядит она уже вот так. То есть вот маленький вариант. И большая. Она просто огромная. Я не знаю, насколько ее хватит. Здесь аж 56 грамм продукта. И внутри, когда мы ее открываем, здесь лежит такая симпатичная ложечка, при помощи которой вы можете набирать пудру отсюда и перекладывать ее вот сюда, когда она будет у вас заканчиваться. Тоже очень симпатичный спонжик лежит. Дальше защита. Убираем ее. И здесь также вот такая фольга защитная. Все очень-очень аккуратно и добротно сделано. Таким вот образом можно ее открыть, чтобы пересыпать. И вот он сам оттеночек. Пудра очень нежная, с тонким-тонким помолом. Сейчас она немножко желтит на камере, но на самом деле цвет у нее такой даже немножечко в розовинку. Она очень шелковистая и лицо она придает небольшое сияние. В принципе, она вам ничего не перекроет. Здесь вот сверху на руке я ее нанесла. Она ничего особо вам не перекроет. Она просто хорошо завершает макияж, усаживает макияж. Макияж с ней держится довольно-таки хорошо. И внешний вид лица выглядит достаточно ухоженным с этой пудрой за счет того, что она содержит небольшое количество светоотражающих частичек и не матирует кожу намертво. Вот видите, на руке я ее уже немножечко растерла. То есть она практически никакого оттенка не имеет. Вы знаете, очень она мне понравилась. Я ей уже пользуюсь, наверное, где-то месяц. Здесь, как вы знаете, есть запасной блок. И пудра эта мне очень нравится. Вы знаете, когда вот ее берешь на кисть, я обычно использую такую кисть кабуки, плотно набитую, и даже если вы наносите ее сразу после тональной основы, когда кожа еще такая влажная, многие пудры, например, если вы возьмете через чур ее много, вот прикоснулись, например, к колбу, и здесь такое вот пятно, которое потом очень даже сложно растушевать, и приходится сдвигать тональную основу. Вот с этой пудрой такого не происходит. Она очень-очень легкая, мелкого помола, и настолько легко разносится по лицу, что не оставляет где-то больше, где-то меньше. То есть вы понимаете, о чем я говорю. И в то же самое время, несмотря на свою легкость, она не оставляет вот этой вот пушнинки на вашем лице. И я называю такой эффект именно этим словом. У всех у нас есть какие-то волоски на коже лица, и многие пудры, опять-таки, создают вот такой вот эффект персика. Эта пудра такого эффекта не дает. Я очень ей довольна. И, вы знаете, здесь такой огромный объем, что она по цене выходит очень даже выгодно. Следующие два продукта, которые я вам покажу, покупались не здесь, не в России. И я так понимаю, что это была лимитка, либо для определенных стран выпускались. Значит, первое, это вот такие тени от марки Shiseido. Да, Limited Edition. Я не ошиблась, прямо написано на этой упаковочке. Девочки, это просто восторг. Я таких теней давно не встречала по качеству. Значит, палетка вот так открывается. И здесь вот такие вот оттенки. Они настолько шелковистые. Я даже не знаю, как вам передать. Передача цвета отменная. С вочи я вам все поближе потом покажу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Интересные вот эти два белых оттенка. Один из них, вот тот, что сверху, он имеет золотой шиммер, а вот тот, что снизу, имеет розовый шиммер. Их вполне можно использовать как хайлайтеры и как тени. И вообще, очень они интересные. Каждая буквально тень отдает каким-то дуахромам. И очень интересно будет смотреться на глазах, в зависимости от того, какую подложку вы сделаете. Обычную основу под тени положите, они будут смотреться прям вот так, как в упаковке. Положите в тон, будет дуахромить. То есть, очень интересные цвета. Вот эти два идеально подходят для складки века. Вот этот чуть теплее оттенок, этот чуть холоднее. Они отличаются между собой. Тогментация отличная. Палетка великолепная. Я не знаю, где ее можно купить. Здесь даже номера никакого не написано. Просто написано Colors Cocktail. Colors Cocktail и Limited Edition. Обалденная вещь, девочки. И следующая палетка, это тоже была лимитка, но уже от Guerlain. И называется она Thiera Indigo. Здесь четыре оттенка теней. Вот так вот выглядит сама упаковочка очень красивая. Значит, здесь защитная вот эта пленочка. Здесь два спонжа-аппликатора. И вот так выглядят сами тени. Изначально вот то, что вы видите, вот эти вот золотиночки, они потом стираются. То есть это такой декоративный эффект. Вот я уже несколько распользовалась. И вот это вот золото, оно стирается. И получается у нас здесь вот такой красивый кораллово-терракотовый оттенок, который, кстати сказать, перламутровый. Он очень непростой и на глазах смотрится потрясающе. Тоже он, видите, как дает такой отлив. Очень интересный. Сводчи тоже вам все сделаем поближе, чтобы вы могли посмотреть, как они играют. Эмин作ка. Эмин作ка. Эмин. 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 Вот. Сейчас немножко, конечно, меня подводит освещение, и вы не можете видеть всей прелести этих оттенков. Дальше здесь вот такой идет темно-кофейный, вот этот сектор такой коричневый цвет и темно-синий индиго. Тоже обалденная палетка, очень интересные и весьма носибельные цвета у нее. Далее, что я себе приобрела, это была моя давняя хотелка. Это румяна от марки Dolce & Gabbana в оттенке 2210. Это скульптурирующий румяна, не отдающий в ржану. У меня много различных бронзеров, но вот именно скульптора как такового-то у меня и не было. И вот этой вот вещью я осталась очень довольна. Здесь хорошая кисть, она достаточно мягкая, то есть ей можно наносить, но я ей не пользуюсь, если честно. У меня есть другая кисть, которая мне больше нравится. И я вам хочу сказать, что с этим продуктом можно переборщить. Они очень пигментированные. Они румяна. Скульптор он. В общем, очень пигментированно, несмотря на то, что цвет кажется такой достаточно телесный. Но первый раз я с непривычки переборщила ими. Кстати сказать, после того, как я переборщила, они очень легко растушевались и не легли пятнами. Вот что мне понравилось в них. Очень хороший продукт. Я думаю, что он уже у многих есть. Объем 5 грамм. Небольшой объем. Так что хватит не очень надолго. Следующее, что я вам хочу показать, это будут два консилера. Один из них нашумевший Estee Lauder BB Double Wear Highlighter Concealer. Когда я его покупала, мне консультант марки Estee Lauder сказала, что это у них самый продаваемый консилер. И очень много визажистов пользуются именно им и хвалят его. Мне нужен был консилер на смену моему консилеру от La Prerie, который бы не сушил мне кожу под глазами. У меня кожа под глазами очень-очень тоненькая. И у меня есть уже возрастные изменения. У меня морщинки, гусиные лапки. Поэтому мне нужно что-то такое ухаживающее. И я себе выбрала вот такой консилер. Это у меня в оттенке 2C Light Medium в скобках Cool. То есть он идет с холодным подтоном. Он практически сливается с моей кожей. Мне очень он понравился. Действительно мягкий, увлажняющий. И чувствуется, что в нем есть уход. И следующий консилер, который я себе приобрела, это уже от марки Bobby Brown. Я давно хотела именно эту двоечку. Здесь у нас идет консилер плюс пудра под глазки. И именно этой пудрой очень удобно закреплять консилер, потому что она не сушит кожу. Так, у меня в оттенке Warm Ivory. Но, если честно, я хотела взять себе просто Ivory. Он был чуточку светлее и имел слегка розовый подтон. Я обожаю консилеры с розовым подтоном. Мне они идут. Мне не идут с желтым. Мне не идут темные. А вот именно светлый с розовым подтоном делает мое лицо отдохнувшим, каким-то молодым, сияющим. Мне очень нравится. Но этот оттенок мне тоже подошел. Вот он. Очень мягкий. И тоже в нем чувствуется уход. Вот пудра. Вот пудра. И вот сам консилер. Отличные два продукта. Я довольна. Мне нравится. Сейчас активно пользуюсь именно вот этим пока от Bobby Brown. Перемешка вот с этим. Мне очень нравится. Теперь давайте перейдем уже к помадам. И я вам сейчас хочу показать ту помаду, которая у меня сегодня на губах. Вы могли видеть в моем видео влог из Ильдебатэ, как я тестила эти помады. Эта помада тоже от марки Estee Lauder. Вот так она выглядит. Сношебательный. Яркий, красивый цвет, который подходит, как сейчас мне, на незагорелое лицо. Так будет просто сумасшедший классно смотреться, когда я буду загорелая. То есть он очень хорошо подойдет на загорелую кожу. Это помада из серии Pure Color Envy. У меня в оттенке 240. Она чем-то похожа на матовую, но она не матовый финиш все-таки дает. Но очень стойкая. У нее такой яркий пигмент, который въедается в губы. Очень долго держится на губах, но капризная в нанесении. Она немножечко плешивит. Чтобы нанести ее ровно по контуру, поскольку цвет очень яркий, и если вы не нанесете ровно, у вас потом останется вот это яркое пятно, которое от пигмента, я советую наносить вам ее все-таки кистью. Потому что вот сам спонж, вот этот аппликатор, он не совсем удобный. Он такой широкий, и знаете, им можно нанести вот этой ложечкой только вот сюда, на нижнюю губку, а дальше уже берете кисточку, отсюда соскребаете и делаете себе аккуратненько контур. Вот только так, потому что иначе вы наделаете себе делов, особенно с непривычки. А так помада очень красивая. Я, когда ее купила в магазине, сразу в машине накрасила губы, и у меня муж сразу же обратил на нее внимание. Он говорит, какая красивая у тебя сегодня помада. Представляете? Хотя до этого ему вообще, честно говоря, было по барабану, что за помада у меня там какая. А я до этого ехала с нюдовым обычным блеском. Вот это он сразу отметил, говорит, классный цвет. Так что, девочки, имейте в виду, мужчинам нравится. Ну, наверное, не всем, я думаю. Так, следующее, что я себе приобрела, это три помады от марки Yves Saint Laurent. Я обожаю вот у них вот эти вот помады, вот в таких вот футлярах. У меня уже несколько штук есть, но и я не удержалась, решила себе взять еще одну. Мне больше всего нравится серия Rouge Volupt, не Shine, а вот просто Rouge Volupt. Она дает прекрасный оттенок губам, она лежит как сливочное масло, и ее вот просто хочется вот как мантру какую-то вот просто наносить на губы. Она так приятно скользит. Я, наверное, сейчас говорю какие-то глупости, но мне просто в кайф ей пользоваться. Значит, вот это у меня Rouge Volupt в оттенке 1 Beige Charnel или Nude Beige. И выглядит она вот так. Я взяла ее себе на каждый день, на повседневочку. Сводч тоже с этой помадой я вам вставлю. Следующая помада, вот такую я ни разу у них не брала. Это вот такая линейка. Помада в оттенке 104 Glossy Stain. Это такая помада блеск. Тоже очень красивая и тоже капризная, как помада от Estee Lauder. Тоже немножечко плешивит и создает такой немножко мокрый эффект на губах, как будто бы она какая-то водянистая. Честно говоря, вот от нее я не осталась в восторге. Но вот эта вот линейка я вам прям, девочки, всем советую. И следующее, что мне очень понравилось и стало для меня, в принципе, открытием, это помада из серии Rouge Volupt Shirt Candy. То есть не просто Rouge Volupt, а Shirt Candy. И она уже идет вот в таком серебристом флаконе, в отличие от этого. И эта помада представляет из себя не что иное, как обычный блеск для губ. Я просто в восторге от нее. Девочки, у меня в оттенке номер 9. Я вот посмотрите, не успела я ее себе купить. Показываю, сколько у меня ее осталось. Вот, все, до конца вот выкрутила, больше нет. Она у меня лежит в сумочке. Я пользуюсь ей как обычной гигиенической помадой. Она не дает никакого цвета. Она потрясающе пахнет, как и все помады из этой линейки. Она делает губы очень ухоженными, объемными, не покалывает ничего. Ей также очень приятно водить по губам, как и помадами из серии Rouge Volupt. Она потрясающая. Я очень люблю гигиенические помады носить с собой в сумочке именно у такого плана, чтобы было красиво, стильно и очень приятно на губах. До этого у меня был блеск от Dior. Не Lip Maximizer, а просто Dior Glow. Он тоже был красивый, но у него ухаживающие качества намного хуже, чем вот у этой. Буду еще покупать. Есть в разных оттенках, но вот этот номер 9 очень красиво смотрится на губах. Следующее, что я вам хочу показать, это 4 новых лака, которые я себе купила к весне. Один из них вы сейчас можете видеть у меня на ногтях. Так он выглядит. И это лак в оттенке 38 от Dance Legend. Он такой голубенький, в нем есть мелкий-мелкий микро-шиммер, такой розовато-золотистый. Очень интересно смотрится на солнышке. Сейчас, скорее всего, вы этого эффекта не видите на камере, но этот эффект виден при дневном освещении. Следующий лак, который я себе приобрела, у меня закончился мой любимый Fiji от Essie. И я искала похожий оттенок с таким же плотным покрытием. Я нашла его в марке Bourjois. Покрытие у него, конечно же, не такое стойкое. Ой, не такое плотное, как сметанообразное. Этот лак более жидкий, но нанося его в два слоя, получается очень шикарный оттенок. И следующий лак, который я себе приобрела, это от Bridget Botter. От Bridget Botter. Вот так вот он выглядит. Тоже на лето на загорелых пальчиках будет просто обалденно смотреться. Такой персиково-лососевый с примесью молока оттенок. Сейчас покажу вам, как он выглядит на ромашке. Очень удобная кисть. Очень хорошо держится. Довольно-таки стойкий. Вот он здесь вот внизу. Но здесь он более смотрится оранжевым. А в жизни он как разбавлен молоком. Вот. Красивый очень лак. Мне понравился. Во крайней мере цвет такой достаточно необычный и не очень часто встречающийся. И четвертый лак тоже от марки Dance Legend. У меня в оттенке номер 16. Это лак называется песчаный. Я песчаный лак, честно вам говорю, не люблю. Но этот оттенок меня пленил. Если вы можете видеть, он такой бордовый. И в нем есть такой шиммер. Он очень красиво смотрится на ногтях. Сейчас я вам покажу, как он выглядит на ромашке. Вот он. Но стирать, конечно, такой лак песчаный, это сплошная морока. Поэтому пользуюсь я им очень редко. Но на ногтях он смотрится потрясающе. На этом я хочу закончить свое видео. Спасибо, что посмотрели. Спасибо, что были со мной. Увидимся с вами в следующих моих видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok